здравствуйте друзья с украины нам человек пишет говорит обстановка такая стрёмная думаю в америку перебраться говорит человек в общем мы его понимаем и дальше значит жена ребенок жена экономист ну и как бы жена ну знаете как видно она привыкла за мужем я так чувствую вот как за каменной стеной и есть страшновато есть страшновато что как она там будет друзей нет значит там ну как вообще вот на новом месте и профессионально вряд ли возьмут именно бухгалтером она бухгалтер и как бы любит свою работу и муж ей говорит ну говорит вот пойдешь крайнем случае там тестером станет и может ему конечно с этого и утешения а а ей нет она говорит тестером это вы так драматизирует значит и тогда муж говорит ладно говорит он я на 3-4 месяца сам с тобой пойду вот и тебя там присмотрю чтобы ты уже там нормально стала там тестером и уже работа нашла там и так далее да и вот вроде бы как-то эта мысль ее успокоила да все это происходит на самом деле на таком фоне что они участвуют в розыгрыше лотереи green card вот сейчас еще месяц пройдет там по-моему 5 мая результаты я не скажу точно так вроде по памяти в общем глядишь месячишка раз и вот они поедут но на самом деле мы все понимаем что как бы главный вопрос то не решен то есть рассчитывать сильно на лотерею сложно бывает люди выигрывают конечно да но в общем в таком контексте мы принимаем пока с неопределенные перспективы иммиграции как таковой но мне просто понравилось в этом вопросе вот эта идея пойти вместе с женой и вот значит там учиться я могу сказать что в моей жизни моей практике несколько раз я такое наблюдал значит один раз получилось что когда была рецессия это было лет там боюсь соврать 15 назад такая когда интернет бум обвалился вот такой 14 лет назад у меня светлана говорит а мужик один попался который нас уговаривал что надо заниматься страхованием и вот так мужика послушали и вроде даже как-то светлана загорелась уж я вроде при деле там школа она так как-то увлеклась и надо было пойти в школу где лицензию выдают страховую сейчас по можно даже так самому учиться сдать в онлайне а тогда нужно было живьем все и учиться живьем и на экзамен ходить там отпечатки пальцев сдавать еще все как положено и она говорит ну что я одна пойду пойдем вместе за компанию просто морально поддержать она стоит копейки там какие то и в общем и пошел я с ней морально поддержать и кончилось тем что я семь лет потом был страховым брокером то есть как пошел поддержать и вот так вот сам и сам и втянулся она так раз и и отошла в общем так в основном отошла так что небезопасно это дело с женой так за компанию но это один разговор второй я однажды наблюдал семью семья была из я боюсь собрать из нальчика по моему северного кавказа и и они такие ну как бы люди по-своему восточные немножко вот но с такой четкой семейной структурой то есть их пришло много я боюсь собрать пять человек может быть шесть человек точнее сначала была девочка одна она первая пришла она учительница математики была очень очень способна невероятно талантливый человек и она выскочила быстренько так раз и тогда уже пришли все остальные но пришли они с таким дядькой ну постарше я даже боюсь собрать так наверно за 50 ему было и он я бы сказал он не столько учился сколько за ними присматривал меня такое ощущение было вот он чтоб молодежь не баловала заплатил там тюишин сколько там стоило тогда там я не помню и вот он значит я ему говорю уже в какой-то момент когда уже надо работу искать это все дальше двигаться я ему говорю давай молода да не мне не надо и я глаш а что ж ты сидел тут ну вот с молодежью как чтобы у них там было вот это понимание искать важности задачи молодежь хорошие кстати было очень хорошие ребята были все но просто я к чему рассказываю что пришел так сказать от семьи и вот такой супервайзер был на местности вы конечно можете вы можете прийти с женой и поддержать ее морально но я бы сказал так что главное в этом во всем не то что кто-то с ней там рядом а главное в том что жена должна себя осознать более-менее самостоятельным человеком который сам говорит я это сделаю сам не то что его вынуть а сам год я это сделаю это нужно это важно это каких-то требует усилий и я готовы эти усилия значит там предпринять приложить инвестировать можно сказать свое время энергию мечты планы и так далее в это дело и тогда это становится успешным потому что в противном случае получается что вот как бы вот эта поддержка там или там скажем давление в данном случае не поддержка давление поддержки когда человек сам хочет его поддерживать вот это вот давление вот этот вектор вот убери его и все рассыпется понимаете так не должно так быть человек должен хотеть чего-то чтобы добиться чего-то поэтому мое такое наблюдение состоит в том чтобы донести до супруги насколько это здорово это первое второе если уже действительно вы выиграли и приехали и там вы в пути она вполне может быть бухгалтером тоже я я не могу сказать что карьеру в бухгалтерии какая-то нет неподъемная или какая-то сложная вот в то время например когда мы приехали это было ну там 25 лет назад кризис был жуткий кризис был сейчас вот любая работа пожалуйста а тогда был кризис и самым популярным на тот момент было для новичков вот они шли на какие-то курсы я преподавал на на двух курсах такого плана я бы это видел бы они шли на какие-то курсы которые там готовили их по элементарным самым элементарным вещам в бухгалтерии но уже уже проще не бывает это не были бухгалтера переучивавшиеся это были люди просто вот вообще с луны и они осваивали что-то такое и и даже вот во время кризиса пойти там но в то время они получали 6 долларов 8 долларов в час и они вылетали на работу вот просто у меня на глазах я в классе там занятия виду каждый раз приходишь то меньше меньше народа в этом классе вы их выхватывали прямо с этой школы и это сидит это считалось для новых иммигрантов одним из наиболее популярных решений там конечно много за это не платят но это быстро быстро и уже какая-то работа а дальше учись учить много возможностей для учебы тогда не было онлайна вы сейчас можно еще онлайн и муки поэтому если она действительно любит свою профессию а чем менять другое дело что если она английского не знает но так если она английского не знает она и тестировать не сможет поэтому честно сказать если человек любит свою профессию я не вижу почему надо ее менять вот именно эту потому что именно этой профессии много и работы много и перспективы роста невероятны то есть вам можно можно достичь очень больших высот очень если человек хочет понимаете но я вот по описанию по этому рассказу я сомневаюсь что и сильно хочется вообще что-то менять кстати как-то говорит что невеста не знает в такой фате там или в такой фате а жених не знает хочет ли вообще жениться поэтому мы как-то больше в этой ситуации плюс все это вилами на воде потому что висит на лотерея но в общем я думаю что когда мысль пошла крутится в каком-то направлении то это вы как на наклонную плоскость вступили вот и и она пошла дальше крутится еще дальше и каждый раз все ближе 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 там к чему-то такому более осязаем поэтому не пройдет лотерея значит будете думать как еще вот но но надо хотеть дать как у жмоневского если не очень хочешь что и не очень получаешь так что вот я бы в первую очередь жене объяснил бы почему это важно и какие у нее перспективы будут на месте вот уже здесь например чтобы ей хотелось предпринять какие-то усилия чтобы вот выйти на какой-то другой уровень своей жизни есть такая концепция лото и вот так если переводить на русский то плато плато и подъемы и вот значит когда что-то развивается допустим вы изучаете какое-то ремесло или как бизнес начали неважно нечто находится в процессе развития развитие обычно так идет вот ты вышел на какой-то уровень да и вот на нем находишься 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 дальше ты можешь подняться на другой уровень но это достаточно как-то как бы скачкообразно происходит не по вертикали но вот какой такой подъем но дело в том что вот есть некоторые некий способ жизни стратегия поведения и вот в этом допустим получаете вот какие-то деньги и дальше вам говорят а вот можно получать вдвое больше денег но для этого нужно там не знаю какие-то курсы пройти там еще что то еще что ты поменять профессию да ну хорошо там подскочили но дело в том что если вы были долго в одной профессии и уже там что-то такое получаете то иногда для того чтобы перескочить на более высокий уровень вам нужно опуститься чуть-чуть ямка такая есть между плато и подъемом там вот в начале подъема ямка бывает не всегда бывает но но бывает ямка поэтому что получается что человек может этой ямки испугаться и никогда не подняться на следующие плато очень многие люди не поднялись на следующий уровень просто потому что боялись вот этой ямки они боялись что-то потерять по сравнению с тем что у них сегодня есть поэтому если вы живете там где вы живете какая-то часть украины не знаю где мне не было сказано в вопросе и у вас вот что-то есть и это что-то не обязательно деньги это может быть друзья возможность общения с близкими родственниками семейные узы это тоже дорого и важно тем более для женщины тем более с ребенком ну кто же кто же говорит вот и вот у вас что-то такое есть и вам говорят ты можешь поехать в другую страну и там у тебя будет вдвое в трое в десятеро там вот вот больше будет но это не сразу будет а это как через какое-то время будет и вот оно получается надо от чего-то отказаться надо чего-то пока не иметь а потом она так потихонечку 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 мы например если брать смысл семейных уз мы например уехали и мои родители и брат приехали но через два-три года на два-три года у нас не было там самых близких людей вот не было рядом мы все-таки жили в одном городе и мы даже жили не безумно далеко друг от друга вот поэтому заняло там несколько лет материально наверное материально у нас не было такого перепада мы достаточно даже не очень работая скажем так первое время как-то так болтаясь мы материально жили не незаметно хуже чем москве например конечно друзей не хватает там не хватает массу таких вещей которым ты привык но в нашем случае это было относительно безболезненно но хотя бы мы понимали ради чего все эти если если супруга не понимает то она не понимает ради чего эти жертвы приносить ради чего есть того уровня на котором она есть опускаться куда-то ради чего-то такого что ей может быть и не надо и непонятно и вот-вот теряешь сегодня а получишь завтра нет непонятно чем нам надо очень хотеть я вижу часто на форумах или вот в комментариях там под видео какой-то идет рассказ и вот там человек который там вот он жил в москве ему там 32 года он 10 лет работает там кем-то я не знаю вот кем-то он работал и чего-то он там зарабатывал и вот он приезжает в америку время первая работа вот я бы его показывал первую работу нашел или там найти даже на интерншип пошел пошел на интерншип и там ему платят 15 долларов в час и тут же набегает толпа значит умников которые говорят ой да стоило выезжать из москвы или там питер или там не знаю куда еще новосибирска и за 15 долларов в час я не знаю они могут быть действительно тупые а может быть их корежит от того что они понимают что будет дальше но дальше он три месяца побудет на 15 долларов в час и пойдет на 30 а пройдет еще пару лет он будет получать стольник и застольник тысяч в год поэтому я я уж не знаю там чё но все те люди которые говорят чего я поеду ради вот этого вот вот они боятся они не приемлют вот небольшое понижение того уровня который у них есть или скажем так они думают что у них есть или они претендуют как бы на публике что у них есть хотя у них особо нет я не знаю тут чужая душа потемки но допустим у них даже есть и они готовят я на меньше это пойду и они не понимают что то чего он достиг сам за 10 лет да если бы он здесь эти лет и 10 лет этим занимался или скажем когда он после приезда он пусть потеряет что-то но даже не 10 лет а даже там пару-тройку лет он он будет иметь намного намного больше чем он там имел за 10 лет поэтому вот это ямка перед подъемом перед перед переходе с одного плато на другое плато вот эта ямка она очень многих людей пугает и я думаю что вот та работа которую муж должен с женой проделать и это вряд ли касается только их я понимаю что много семей и не обязательно оба члена семьи одновременно значит радостно ждут таких перемен в жизни бывает что один рвется в бой другой не очень рвется будет как у нас было со света это она она рвалась а я не очень мне собственно как-то я так себя хорошо чувствовал но куда денешься когда супруга так рвется в бой и вот в неизвестность полную не писать английского не знали так и сорвались и в общем молодые были значит вот этим надо поработать чтобы супруга понимала ради чего она вот вот в эту ямку опускается и чтобы она понимала что впереди я думаю что и супруг на самом деле который может быть более интуитивно сейчас рвется да что если он себе сформулирует ради чего может быть и ему будет это на пользу и ему это поможет другим людям объяснять не только жене может быть может быть еще люди которые не поймут этого решения хотя по моим наблюдениям я бы сказал что тем кто с украины проще с точки зрения понимания другими людьми почему они это делают вот когда с ребятами говорю которые из россии приезжают там часто вот мы сталкиваемся с тем что их их не понимали их осуждали там еще чуть какие-то проблемы были но хорошо я приехал на работу поэтому мы с вами прощаемся и до следующих бесед